здорово дорогой давно с тобой не виделись в ю тубе сегодня мы с тобой прикинем какой профит с видеокарт в тот момент времени когда все ебнулась получается конец июня 2023 года смотреть будем на новинках но как на рынке ты купил месяца четыре назад они у меня стоят мои просто сил не было и времени все это дело заснять артик 48 сразу ригом почему лучше снимать ригом чем 1 видюху потому что здесь уже стоят дополнительные кульки здесь уже стоят два блока и карт 4 можно прикинуть сразу потребление не надо будет ничего вычитать будем использовать самые разные монетки не знаю на сколько у меня хватит постараюсь монет 10 и связок разных 10 заснять ты готов погнали данный повод метр будет брать с вот такой розетки яндекс раньше использовали очень удобно с телефона буду показывать ну и начнем с iron fish плюсил почему потому что он майнится и как раз сейчас момент майнится зилика видишь 97 8 мега хэша получает что и зилика тоже становится асика подобным алгоритм почему там что-то выходит лишь такие аппарат по 5800 мега хэшей я тебе скидывал в телегу в новостной свой вот по ссылочке заходи подписывайся и сам понимаешь если 5800 мега хэш изначально зилика как себя преподносила она говорила что у нас самообновляемый алгоритм асики никогда не смогут каждый 100 эпох алгоритм меняется но получает что практика показывает на дистанции что асики как-то научились это делать и зила не бомбят поэтому зил как бы сейчас до моменте дает вот если взять сколько там было по 97 мега хэшей вот открыл два калькулятора то есть сюда 388 мега хэш то есть вроде как 56 центов дополнительно к ригу и вот во втором калькуляторе тоже 57 центов дополнительно к ригу и энергопотребление уже другая монета посчитает но в то же самое время нам походу с ним недолго осталось плясать потому что вот такие вот аппараты вопрос времени сделают свое дело iron fish 139 . и 9 гига хэшей дает рекорд и x40 80 из 4 видюх при этом потреблением вот так видно 1090 ватт видно да соответственно мощность потребления розетка 6 рублевая у тебя в день грязными доллар 86 из них доллар 83 надо отдать за розетку плюс соответственно 50 там 7 центов зилика 60 центов у тебя осталось хотя нет не осталось потому что еще минус комиссия майнера и еще минус комиссия пула там где на бирже пойдешь продавать тоже комиссии но дай бог 50 центов у тебя осталось в моменте времени и как бы получает что ты купил себе рик где каждый видюх стоит там по 110 тысяч рублей 440 но если как я купил например эти в телегу скидывал а там акция была узбер мега маркета зайдешь почитаешь вот эту вот ссылочку новости от соленого заходи подписывайся вот в любом случае там 330 дал и манишь себе 50 центов как тебе такая мысль брата ну как бы как бы вот так естественно понятное дело что это все зависит в первую очередь от того что ты манишь но здесь вспоминается проблем 2019 года когда мы все перекидывались на разные щиткой на кое было огромное количество когда кефир сильно упал и стоимость его пошла там к 70 долларам вот мы перекидывались на одни монеты но здесь есть сильные грабли то есть даже вот если взять эту монет который сейчас манится я ее когда начинал маять вас эти настройки себе ставь если надо iron fish плюс зилда смотри на паузу это майнер легель так вот возвращаясь к этой монете она в первый день стоило 20 долларов на каких-то биржах там но второй день стала стоит 15 долларов я первый пошел майнить один из первых с ребятами вместе телеграме и у меня в первый день показывал там профита 100 баксов понимаешь а сейчас там месяц больше прошло времени он всем показывает 100 баксов почему потому что монета стоил 20 баксов а сейчас она схлопнулась там ну сколько то стоит практически нихрена не стоит и понял и что такой ситуации делать в такой ситуации оптимальный вариант это майнить за биток то есть если бы я грубо говоря в первый день у меня было бы время на следующий день с утра не поехать по своим делам а зайти на биржу и продать по 20 баксов монет было бы круто но так как я это не сделал понимаешь чем плюс в том чтобы сразу получать в битке и нужно искать такие пулы такие генераторы хэш рейта генераторов до агрегаторы генератор в игре охренел уже вот которые будут воплачить и в битке не думаешь такой скажу когда они да там с 2017 года но данном случае ты прекрасно понимаешь от наискешь один из агрегаторов потом пулы на которые могут тебе какие-то монеты оплачивать битки сразу принципе я за это удобство готова даже пять процентов от профита легко платить лишь бы мне вовремя меняли и лишь бы вот так монеты не схлопывались там с 20 долларов до доллара и ниже да это ту майнерс это и зил и другие пулы ты кстати если знаешь кипу я тебя прошу напиши обязательно очень интересно не на естественность у тебя там 3 рублевая розетка они 6 рублевая как у меня то у тебя дела идут в два раза лучше да там 56 долларов на маня например на этой монете из них там 27 отдал за розетку 28 тебе осталось в идеале когда розетка вообще бесплатная здесь как ты не паришься равно чего-то зарабатываешь все еще монет который я включил это кортек почему коротко потому что кортекс пережил крипто зиму 2019 года и неплохо себя чувствует соответственно в крипто зиме двадцать третьего года как ты видишь она присутствует на всех самых топовых биржах 15 центов она стоит в моменте здесь и байна соки с хобби что удобно то есть ты ставишь там какой-то кошелек биржевой и там сразу на битки меняешь если тебе это нужно соответственно по разгону по разгону до конца я не знаю разгона здесь сход так не получится его поставить причем потому что здесь есть особенности алгоритмы это очень хорошо то есть алгоритм сперва идет по ядру какое-то время по еще он переключается на память какое-то время и это хорошо это знаешь не так что монета вот созданной давай и осиками бомбить здесь как бы в этом плане перспектива есть просто так асик не подберешь который по ядру там уже на такие какие-то хитро выебаные асики аля как под кефир и так потребление как я тебе сказал из-за этих ситуаций она скотче то сейчас вот еще 85 а потом попали по памяти переключится будет где 1200 понимаешь это четыре карточки 40 80 вот таким разгоном 1950 по памяти 2 505 по ядру вот надо понять какой павлим сюда правильно писать хорошо усредненное потребление моя розетка 6 рублей 2 доллара грязными из них доллар 85 надо отдать за розетку если у тебя 3 рублевая розетка у тебя дела получше у тебя получается расход на розетку 92 цента и доллар у тебя остается но как бы такой себе купить рик за 400 тысяч чтобы доллар тебе оставаться вот уважаемый капитал нормальные монеты надо память не такие которые однодневки знаешь там но они не однодневки но они сразу уходят там на асики на фпг и так далее нужны хорошие капиталы вот в монеты связанные с памятью это вот фира это cortex это coin flux под них сходу вот так вот аськи не выпустишь как вот на эти почему на эти очень легко выпускается аськи такие монеты как iron fish такие монеты как каспа и другие потому что там всего лишь монета майнится по ядру не участвует память здесь чтобы создать асик здесь надо почесать репу как вот с кефиром грубо говоря было время до первой аськи вышли там но практически спустя два года до семнадцатый год девятнадцатом только стали запускать самые первые битмейны панекси два варианта первый соответственно по 205 мегахеш это на лол майнере но он мне не нравится почему мне не нравится потому что карточки начинают греться вот только только запустил рик да уже вывода как говорится сделала себя в голове а температура уже по теме с градусов почему потому что вот такие настройки смотри то есть тут как бы либо настройки неправильный первый вариант да их надо как-то адаптировать но по-другому я пробую мечет большим 108 слома не хочет работать возможно моя вина вот и самое главное здесь получается потребление 1527 бат намного лучше мне больше понравился вот этот вариант ну может быть здесь просто больше настройки подходит вот и все не хочу как бы делать выводы за кого-то здесь получается запущена ригели 196 практически каждая карточка мегахеш суммарно 783 и при этом температуры несмотря на жару держатся нормальные и при этом потребление 1330 ватт то есть получается на 200 ватт меньше сам понимаешь в крипто зиму это существенная сумма там были настройки по лолдмайнеру а здесь настройки по ригели вот я запустил карт начинает набирать вот 783 мегахеша и видишь так расход доллар 28 а так расход 1330 да давай проверим еще раз да вот 1336 видишь 200 ватт реально как бы экономишь 6 написать если 3 рублевая розетка доллар 12 расхода 2 доллара 30 чистыми мне не повезло как тебе поэтому вот так у меня но как бы как бы доллар 20 хотя бы остается с 4 видюх по 25 центов с видюхи там чуть больше да по 30 сейчас майнится ergo плюс radiant первый вариант я вот так вот запускал здесь обратите внимание пл 350 и потребление с розетки 1545 ватт плюс карт перегревается намного лучше ну кстати здесь было солнце до сильно сейчас 2 часа ночи и как бы упал до 17 градусов погода плюс солнце нет намного лучше мне кажется вот так запускать под солнцем бит был градусов 60 59 60 плюс потребление практически на 500 ватт ниже 1073 ватта то есть да с одной стороны здесь теряется чуть больше 2 гига хэшей на радианте причем на ярко у нас получается смотреть теряется совсем тоже немного но при этом мы теряем 500 ватт по розетках эти скалы это существенно вот такие вот настройки и стенам по полетному листу вот смотри и из того что поменим по и поменим поел у себя подобрал опытным путем несколько раз запускаем эрго с радианта в моменте печальная причем потому что если взять мега хэш и взять потребление вписать в эрго и добавить сюда радианта суммарно будет 2 доллара 47 центов эрго плюс радиант расход при этом будет составлять 260 на 6 рублевой розетки то есть минус 13 центов невыгодно конечно если у тебя 3 рубля у тебя доллар 30 расход тогда получается вроде как в плюс следующая монета али опиум 4 карточки здесь выдает 15.4 гига хэша с вот таким вот потреблением 1170 ватт при вот таком вот разгоне если тебе надо ставить на паузу смотри хэше потребление стоимость розетки 2 доллара 50 центов грязными доллар минус 7 ада из 4 карт 53 цента если только как дуплетом ее пробовать запускать либо на перспективу но и дополнительно запустим с тобой связку эфириум пов плюс алипиум в среднем здесь немножко скончат от 77 до 85 мега хэш на вот таких настройках ограничил памятью 2000 потому что но дагер хашимота ему память нужно вот тут настройки вот такие с тебе нужны майнит потребление полтора киловатта в час тысяч 474 ватта настройки не совсем точно здесь надо больше времени чтобы как следует такую связку настроить ну тоже вроде смотри доллар 69 соли пиума плюс сюда прибавляясь эфириум пов 74 цента вроде как 243 но при этом заплатить за розеточку за такую связку 248 результате минус 5 центов дарить за 400 тысяч а ты за него еще доплачиваешь ну как вот так все как есть аж тебе показывать и не обманываю давай дальше на емке таким разгонным карточкам вполне комфортно получается память 3000 ядро 2 505 по 16 половиной графов и температуру прекрасную карт вот так все майнится потребление 1035 ватт а и тернете тоже будешь майнить минус тебе вроде как с четырех видео в полтора вакса дают чуть меньше но при этом ты еще 28 центов за это дело доплачиваешь результате ты минус 28 центов погнали дальше дальше два режима первый режим энергоэффективным не порадовал вообще почему потому что 556 ватт ты понимаешь что рик стоит в корпусе отдельные с двумя дельтами мощными и при этом по 8 килохэш вот так это все майнится вот тут смотри на паузу ставь по настройкам я вот так поставил вот видно да юзер конфиг и даже при таком режиме 556 ватт на 6 рублевой розетки майни дай next coin нужно будет доплатить 11 центов за то что ты его манишь вот чуть поменял смотри карточки поехали действие три килохэша вот тут видишь да смотри и при этом потребление возросло но тоже не очень сильно возросло но даже 700 ватт не набирает что у нас 4 ватта настройках one zero майнер вот эту команду убрал фиксацию по памяти 5001 и они поехали 10 3 можно наверное сделать больше при желании за счет того что поднять ядро следующая монета фира фира обязательно потому что фиры себя показывает как красавчики ее несколько раз там пытались подать и сделать она форкалась уходила от них на дистанции там четыре года она осталась вот ты видишь да на видюхах по фира 1140 ватт с вот таким вот разгоном ядро память счет еще что-то было ничего посмотрим все вроде больше ничего не писал джи майнером скал до запустил и чего удобно фира ты ее сразу на банан может бомбить и там же при необходимости делать какие-то манипуляции с обменом на биток там или крипто доллар то понял мысль эфира тоже в минусе 193 мегахеша с 1140 ватт 6 рублей розетка доллар 92 расхода на выходе минус 30 центов на трех рублевый был бы плюс конечно детки следующий момент он флюкс разгон специально чтобы не перегревалась 1040 1048 ватт при этом сейчас 50 градусов по игру среди 50-52 и карточки среди минус 6 мегахеш вот так это все майнится джима не сейчас ты сделаешься можно будет смотреть вот руки кстати напала смотреть на коэнфлюксе мегахеш потребление розетка 6 рублей доллар 84 грязными рекорд и их 40 80 монет из них доллар 76 надо отдать и 4 видюхи 40 80 останется 7 центов ну или не останется надо же еще заплатить комиссию же майнера 3 процента комиссию пулу сколько-то процентов и плюс как бы биржа же ты ж когда меняешь себя тоже берут там комиссию мейкера или тейкера зависимости от того как лишь нихуя не осталось тоже короче на конкурсе надо вот каин плюс по 5 по 5 каин плюс будет чё помайнить следующая монета это ворона алгоритм ковпов майнит 192 мегахеш 4 как потребление 1142 ватт наверное как то так я и буду оставлять этот трик может быть я сюда еще добавлю зила и может быть я попытаюсь адаптировать энергопотребление почему так все как бы просто сразу можно майнить на тот же банан менять там на биткина и издать и зависимости от графика да и предположение в голове которые тебя в тот момент времени соответственно зил тоже там можно менять как-то так я передумал майнить воронам мегахеш потребление розетка 6 рублей доллар 71 грязными а еще 21 цент до плоти и 20 центов надо будет отдавать каждый день мозг энергосбытом по всем этим монеткам я прикреплю снизу ссылочку в первом комментарии для чего она нужна потому что в майнинге у нас две эпохи 1 это крипто зима как сейчас несмотря на то сейчас лето да а другая это крипто лето когда все растет вверх и чтобы ты в любой момент времени мог посмотреть эти монеты в твоем моменте времени будет ссылка ты нажмешь посмотришь сколько эти монеты будут давать ну а так в принципе все что добавить народ у меня отписывается все это логично мало работаю как бы плюс сейчас крипто зима наверное не знаю вот буду стараться будут стараться подписывайся обратно также заходи в телеграм телеграме у нас новости по майнику который выгоден то есть там по ты почитаешь по чем почитаешь по битку пишу не очень часто но планирую как бы вернуться к работе как следует поэтому вот как так пиши что ты думаешь обо всем этом деле и да у нас важно понимать такой момент майнинге при тем как я закончу есть две эпохи и ну вот я вот сколько с 2017 года получается я седьмой год майнинге даже можно сказать восьмой год майнинге тут всегда две проблемы первая проблема она как сейчас крипто зимой происходит то есть майнинг не выгоден нафиг эти видеокарты и так далее а вторая проблема когда идет хайп все монеты дорожают видеокарты начинают давать там от доллара я не знаю будет такой нибудь ни в коем случае финансово тогда у людей другая проблема возникает почему я не купил когда было крипто зима видео то есть вот сейчас не купил купил бы лежали бани ну в прошлый раз у нас был кефир сейчас кефира нету но зато есть и есть биток есть ворона ну и другие монеты тоже видел что они есть coin flux фира повторяюсь давай bye 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 подписывайтесь во все медиа пока пока